Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, отец Назарий. В нашей стране 2024 год, согласно указу президента, был объявлен годом семьи. И в связи с чем особое внимание уделяется детям. В нашей Самарской митрополии, трудами Владыки Сергия, многих священнослужителей и эмирян, ведется многолетняя работа с подростками. И в том числе применяется многолетний опыт церкви. Например, опыт митрополита Антония Сурожского, который организовал в свое время летние лагеря, которые уже на протяжении 50 лет собирают детей. И в нашей Самарской митрополии есть такая образовательная организация, которая не просто переняла опыт предыдущей церкви, но и в наше время преуспела в работе с детьми. Это некоммерческий фонд, детский и пархиальный образовательный центр. И сегодня у нас в гостях директор этого фонда, настоятель храма в честь Святой Блаженной Матроны Московской, города Самары, Ирей Дионисий Левин. Отец Дионисий, здравствуйте. Здравствуйте, отец Назарий. Здравствуйте, зрители. Дионисий, не могли бы Вы рассказать о некоммерческом фонде, детский и пархиальный образовательный центр и о Вашем опыте работы с подростками? Об этом можно сразу очень много и очень долго говорить. В одном вопросе, на ответ на один вопрос может занять даже несколько часов нашего эфирного времени. Мне, на самом деле, очень приятно сегодня быть здесь. Спасибо, что пригласили, потому что для НФД, как кратко принято называть нашу образовательную организацию, некоммерческий фонд, детский и пархиальный образовательный центр, этот год тоже непростой, он тоже юбилейный. 20 лет назад таким, как я это считаю, стратегически очень верным и с далеко идущими последствиями решением Владыка Сергий создал эту организацию, которая фактически стала тем, что выросла, с одной стороны, система воскресных школ, с другой стороны, это стал следующий шаг в развитии такого попечения о детях, которое всегда присутствовало в церкви. Вы сказали сегодня про митрополита Антония Сурожского, это действительно фигура. Фигура в православии, фигура в богословии и, как это замечательно, фигура и в том, что мы называем заботой о подрастающем поколении. Это удивительно, как Владыка Антоний все это в себе совмещал. С одной стороны, был замечательным духовником, человеком, на службу которого собиралось множество людей, то есть он определенно имел дар вот этой литургического служения, и с другой стороны, мог очень на простом, понятном и доступном языке общаться с детьми, быть своим, быть нужным, быть важным, быть значимым для ребенка, для подростка. И дети открывались ему и задавали вопросы, и всегда с радостью общались. И в этом году мы тоже вспоминаем круглые даты, связанные с Владыкой Антонием. И нельзя, конечно, сказать, что Детский ипорхиальный образовательный центр берет и копирует какую-то модель общения с детьми и работы с детьми, которая была создана Владыкой Антонием. Также, как я думаю, нельзя сказать, что в принципе им была создана какая-то модель. Но пример, он, безусловно, есть, и вот именно примером во многом руководствуется. И те священники, которые в структуре НФДОТС ведут свою деятельность с детьми и руководителем, для многих родителей он является примером. Если перейти к ответу на основной вопрос касательно некоммерческого фонда, то это сеть, сеть детских образовательных центров, центров дополнительного образования, которые существуют по всей Самарской области, по всей Самарской митрополии. Они открываются при православных храмах. Это главная и такая вот ключевая задумка Владыки и митрополита, чтобы это были не просто центры дополнительного образования, а те центры дополнительного образования, где есть окормление со стороны православного прихода. В этом, кстати, мы действительно пересекаемся с тем, что было в свое время, в 70-е годы в Англии, когда лагеря, создаваемые сурожской епархией, окормлялись священнослужителями. И вот каждый детский центр окормляется священнослужителем, и в программы, по которым работают педагоги с детьми, такой красной ниточкой вплетается православная культура. Очень важно, на мой взгляд, отметить, что это не навязывание веры, что это не насильственное воцерковление или катехизация детей. Наоборот, мы всегда говорим о том, что двери детских епархиальных образовательных центров открыты для всех желающих, в том числе для детей из невоцерковленных семей, или семей, которые исповедуют другую религию, или для семей, которые не определились еще с выбором веры для своего ребенка. Например, вот приведу пример в одном из наших детских центров. Даст Бог, мы в конце недели будем совершать Таинство Крещения ребенка, который учится у нас уже второй год. И при этом, ну, эта девочка еще младшего возраста, то есть она не подросток, но тем не менее, вот, она не крещенная, но ее родители хотят к этому прийти. Вот два года мы к этому потихоньку идем, и даст Бог, это Таинство совершится, и ребенок войдет в церковь. Но при этом он уже давно в наших детских центрах, он давно уже туда вошел и уважительно относится к православию, воспринимает православную культуру через педагогов, через атмосферу, да, через вот ту среду, которая создана в детских епархиальных образовательных центрах. У нас учатся не только подростки, у нас учатся дети от 4 до 18 лет, это самые разные программы, у нас их сейчас порядка 60 насчитывается, это 6 самых разных направленностей. То есть для детей предлагается огромная палитра выбора, то есть можно заниматься практически тем, к чему душа лежит. Вот, то есть есть очень большой выбор. Все занятия, естественно, бесплатные, это происходит благодаря грамотному такому сработничеству церкви в лице Самарской митрополии и правительства Самарской области в лице Министерства образования и науки, который выделяет субсидии. И это уникальный пример, уникальный пример для всей России, не только для Самары или Самарской области. Я ежегодно езжу на рождественские чтения, куда мы всегда приезжаем с большой делегацией и готовим площадку на рождественских чтениях. И таким опытом... Да, в Москву. В Москву на рождественские чтения международные. Таким опытом похвастаться не может никто. В разных регионах есть тоже духовно-просветительские центры, которые поддерживаются епархиями. Но сети центров по всей области, связанных в одну структуру, работающих в одном направлении, да, как такой единый организм, целью которого является забота и попечение о детях. Сейчас у нас их ни много ни мало, 11 300 человек обучается во всей области. Вот такой единой структуры в России нет. Мы в этом смысле уникальный пример. Ну вот, может быть, я сейчас сам себя прерву, потому что, еще раз повторюсь, говорить о наших проектах я могу очень долго, а в юбилейный год еще дольше. Вот, поэтому пока буду сам себя останавливать. А как удалось прийти к такому результату, к такому сотрудничеству с Министерством образования, что вы сказали о том, что это уникальный вообще проект для России. Как удалось прийти к этому? Какой путь прошли? Вот, например, люди смотрят и говорят, да, действительно, мы тоже хотим у себя такие центры открыть и заниматься такой деятельностью, привлекать детей. Как этого добиться? Как вы к этому пришли? Ну, это слава, в которую я вошел. То есть, это не мое достижение ни в коем случае. До меня были другие директора, но самое главное, еще раз, это то, что было сделано самим владыкой. То есть, вот эта стратегия, идея создать такой проект принадлежит исключительно ему. Дальше были определенные процессы, происходили, да, связанные с тем, что есть в... На сегодняшний день, кстати, на сегодняшний день закон дает возможности некоммерческим организациям гораздо больше, чем это было 20 лет назад. 20 лет назад это был непростой, сложный путь, к которому многие подключились. Вот, и здесь большая благодарность правительству области, вот, и усердию, настойчивости владыки, его вот такому умению решать самые сложные задачи, когда речь идет о воспитании детей. Сейчас это сделать гораздо проще. И когда к нам приезжают из других регионов, мы им говорим, что сделать это сегодня гораздо проще, чем 20 лет назад. Во многих областях на региональном уровне приняты соответствующие законы, которые позволяют религиозным организациям создавать образовательные организации, претендовать на получение субсидий и так далее. И федеральное законодательство сегодня гораздо более открыто для подобных проектов. Вот, я не буду вдаваться в детали, я просто скажу, что если из других регионов на нас смотрят, и, ну, в принципе, на ютубе, да, в интернете такая возможность есть, всегда можно с нами связаться, да, есть у нас сайт nfd.rf, мы есть вконтакте, мы есть в телеграме, вот, всегда можно связаться, всегда можно приехать, и мы даем полную картину, да, полную дорожную карту, как это можно сделать у себя. Вот, и у нас приезжали такие делегации, приезжали неоднократно из, сейчас не совру, порядка пяти регионов перенимали у нас этот опыт создания подобной структуры. Вот, поэтому мы открыты, мы готовы всегда делиться, в этом нет ничего сложного, пожалуйста, мы готовы, приезжайте. Дианисий, вы упомянули о том, что у вас много различных дисциплин в детских центрах, вот, хотелось бы немножко вообще поговорить о том, какие дисциплины, потому что, как правило, когда заходит речь о детях в церкви, о подростках, о том, что они там обучаются, сразу у человека, особенно светского, в голове возникает закон Божий, молитва, поклоны, и вот такое, скажем, клише устоявшееся. Не могли бы вы рассказать о том, какой вообще спектр занятий с детьми у вас в центрах? У нас те программы, которые, по которым мы предлагаем заниматься детям, это абсолютно светские, современные, интересные программы. Еще раз, их нет смысла перечислять, для этого есть сайт, они там все выложены, мы всегда делимся своими программами, предлагаем их использовать и другим учреждениям. Есть какие-то яркие проекты. Просто, к примеру, это может быть английский язык, это может быть единоборство, такие как рукопашный бой, самбо, кудо, ММА, это может быть фотостудия, медиа-студия, журналистика, это может быть военно-патриотические направления, это хор, вокал, самый разный, там, и эстрадный, и народный, и академический, это фольклорные студии, то есть это достаточно, про прикладные я даже молчу, то есть там квилинг, бисероплетение, значит, работа там с глиной, с бумагой, живопись в самых разных вариациях, то есть все те направления, которые интересны детям, шахматы и так далее. Вот, мы, может быть, не можем пока похвастаться хорошо развитым направлением, связанным с робототехникой. Объективно, это очень дорого, то есть поскольку содержание детских центров и их наполнение ложится на плечи настоятелей приходов, а иногда родители, когда они готовы помогать, расходные материалы и оборудование кабинетов для робототехники, или тем, что связано с компьютерами, информатикой, например, программированием, вот этого у нас, к сожалению, нету. Все остальное в большом количестве, в самых разнообразных вариациях, и для самого разного возраста, для самого разного возраста. Вот. Что же касается вашей реплики про закон Божий, еще раз повторюсь, мы не воцерковляем детей, но мы показываем им красоту православия. Мы рассказываем о том, что православная церковь – это место, где ребенку может быть комфортно и интересно. Православные священники – это люди открытые, добрые, радушные, готовые к общению, готовые к тому, чтобы понимать ребенка, принимать его и, скажу таким, может быть, немножко молодежным, да, сленгом – быть с ребенком на одной волне. То есть чувствовать его, быть готовым, отвечать на его вопросы. Мне вспоминается пример, я ни в коем случае не провожу параллель, но просто это про то, что ничто не ново под луной. Все так или иначе немножко циклично и возвращается к тому, что одними и теми же методами пользуются спустя поколения. Вот, отец Назарий, наверное, ты помнишь, как мы с тобой оказались впервые, может быть, там через год или два после рукоположения, в летнем православном лагере в Самаре. В Самаре, в Самаре, это был лагерь Волгаренок. Мы там с тобой общались с детьми, исповедовали, причали, это была православная смена. И мы что делали? Мы играли с детьми. После тургии мы сняли подрясники и пошли играть в пионербол, я помню, это как сейчас. То есть два священника сняли подрясники и пошли играть в пионербол. Когда я читаю про митрополита Антония, один из самых ярких примеров, о котором рассказывают очевидцы, и эта фотография есть, в интернете ее очень легко найти, где митрополит Антоний приехал в один из лагерей Сурожской епархии, снял подрясник и играет с детьми в волейбол. И есть прямо эта фотография, где митрополит Антоний без подрясника в светской одежде играет с детьми в волейбол. То есть вот эта открытость со стороны священства, она располагает к себе ребенка и дает ему возможность посмотреть на церковь с другой стороны. Не с той стороны, которую преподносят критики, хейтеры, да, и то, что порой можно негативно прочитать в интернете. Да, увидеть живую церковь, настоящую, какая она на самом деле. Но это, конечно, не единственное. То есть, да, я сейчас прерву сам себя, не начну говорить про духовность и про литургическое общение. Поэтому, конечно, не пионерболом единым живо такое общение, но это важно. Вот слушая вас, отец Дионисий, складывается такое впечатление, что должны вообще толпы просто родителей с детьми выстраиваться в детские центры. Потому что то, что вы перечислили, это очень актуально. И многие родители действительно часто стараются найти педагогов, обучить ребенка разным дисциплинам. Платят порой огромные деньги, увозят там в другой конец города для того, чтобы вот ребенок научился чему-то доброму, полезному. А тут, то есть в городе есть рядом такое место, оно действительно, то есть толпы родителей действительно идут в ваши центры и обучать детей. Или все-таки бывают какие-то остались предрассудки, о которых я в том числе говорил, или, может быть, трудности. То есть многие же ведь даже этого не знают. То есть вроде общаешься с детьми, они где-то все время там по объявлениям ищут, где бы, куда ребенка отправить. А тут есть рядом, где не просто человеку предлагают разный спектр занятий, но еще и моральную, и нравственную, и духовную поддержку. И этого как раз-таки в наше время сейчас зачастую не хватает. А здесь вроде бы все есть. Как вот, почему тогда мы не видим толпы людей? Или все-таки они есть? И есть ли у вас какое-то ограничение по количеству детей обучающихся? Может быть, они есть, но места для всех не хватает. Тогда нужно как-то вот привести с этим. Ну, с конца начну. По количеству ограничений у нас, конечно же, нет. То есть наши детские центры готовы вмещать большее количество желающих. Поэтому нет, ни в коем случае. Я разберу ваш вопрос на несколько подразделов, потому что это очень интересно. Значит, первое. Предрассудки есть, но они связаны немножко с другим. Не всем родителям нужно то, что мы даем детям помимо обучения по программе. Вот это вот, к сожалению, сегодня присутствует. То есть для многих родителей, когда они приводят ребенка в центр дополнительного образования, приоритетом является получение знаний и навыков. А не среда, атмосфера, отношения и уж тем более не какое-то там духовно-нравственное воспитание или что-либо еще. Вот. И таких семей много. И вот поэтому они в очередь в наши детские центры не выстраиваются. Потому что несмотря на то, что у нас программы современные, несмотря на то, что у нас программы постоянно обновляются, соответствуют всем требованиям, предъявляемым сегодня к программам дополнительного образования, мы не выдаем документ государственного образца. Да, мы фактически частная организация, да, то есть некоммерческий фонд, он не является государственным учреждением, как, например, детская музыкальная школа или детская школа искусств, которая подведомственна департаментом или министерству соответствующему, да, по направлению. Или, например, Сыду-Юшор, да, спортивные школы. Вот. То есть нет. В этом смысле мы выдаем сертификаты красивые, с указанием количества часов, но они ничем не помогут ребенку при построении карьеры, если можно так выразиться, да. Вот. Для многих родителей это по-прежнему является важным. Почему я назвал это пережитком? Потому что, на мой взгляд, это пережиток советского прошлого, может быть, наследие 90-х годов. На мой взгляд, сегодня все больше семей от этого отходит пережитка, все больше людей понимают, что для ребенка важно не диплом, не бумажка, которую он получит, а ту атмосферу, в которую он будет погружен. Вот. Но, еще раз повторюсь, семей с подобным отношением очень много, и они к нам детей не ведут. Второе, то, что нужно понимать, это то, что сегодня, слава богу, вот вы сказали про год семьи, слава богу, не с этого года, гораздо раньше это началось, но в России к дополнительному образованию вернули свое внимание власть придержащие. И я этому очень рад. Потому что сегодня, слава богу, стали ремонтироваться учреждения доп. образования, да, стали, я приведу такой пример, может быть, не совсем телевизионный, но он очень яркий. У нас есть, значит, один детский центр в достаточно отдаленном уголке Самарской области. Не буду называть село, но оно больше, почти, там, два с половиной часа минимум нужно до него ехать на машине. Так вот, мне там руководитель этого детского центра, священник, рассказывал, что когда они свой детский центр запустили, отремонтировали, создали, ввели в эксплуатацию, и туда пришли дети и начали заниматься, он говорит, дети ходили просто как на экскурсию на туалеты на наши посмотреть. То есть, конечно, мы, когда создаем наши детские центры, священники, не я, а те люди на местах, настоятели, которые над этим работают, они стараются, чтобы в центрах было красиво, чтобы было уютно, чтобы было приятно. Сейчас, слава богу, в этом же самом селе появились другие учреждения, где ремонт не хуже. И в этом смысле мы встраиваемся в такую здоровую конкуренцию. Я всегда об этом говорю и родителям, и педагогам своим, что мы в таком, в нормальном состоянии конкуренции с другими учреждениями дополнительного образования. И в городе такая конкуренция очень высокая, и это естественно, и это нормально, и поэтому, конечно, родители смотрят, где ближе, где лучше, да, где больше отвечает учреждение их желаниям. Вот, поэтому в этом смысле мы конкурируем. И если в сфере воспитания, в сфере нравственности, в сфере создания среды мы выигрываем конкуренцию, то, например, в сфере медийного пространства мы, может быть, пока еще где-то не, может быть, если не проиграем, то у нас есть к чему стремиться. Поэтому еще раз, вот, например, спасибо за этот эфир, да, за возможность здесь рассказывать об НФД. Вот, у нас есть группа ВКонтакте, у нас есть сайт, и родители, вы правильно сказали, они этим пользуются, они ищут, да. Я всегда своим руководителям детских центров на местах говорю, что надо развивать представительство в сети интернет, нужно общаться, нужно выходить на онлайн-платформы, нужно разговаривать с детьми, с родителями на понятном современном языке, в интернете, да, рассказывать о себе. Вот, здесь нам есть над чем работать, вот, поэтому, может быть, со временем поток людей в этом смысле еще вырастет. Но и сегодня, я повторю эту цифру, 11 200 детей по всей Самарской, 11 200, 11 300, вот эта цифра колеблется, по всей Самарской области, это хорошая цифра, которой мы можем гордиться в плане охвата. Денис, вот вы сказали про интернет, про медийность, а есть ли какие-то проекты вашего фонда, с которыми человек может ознакомиться через интернет, чтобы вот посмотреть, приглядеться и уже какое-то для себя решение принять, что, да, действительно, мне интересен этот священник, мне интересны дети, которые там занимаются, мне бы хотелось быть в их компании. Как вот человеку, сейчас же в основном, ну, те, кто помоложе, они как раз из интернета читают информацию. Даже человек собирается поехать, да, в магазин что-то купить, он сразу заходит, смотрит отзывы, смотрит какие-то фотографии. И вот, и опять же, если он хочет куда-то поехать учиться, он сразу хочет посмотреть, а как там, какие там есть проекты, вот, о которых вы говорили. Может быть, в интернете есть что-то, где человек может познакомиться и вникнуть, и в том числе, может быть, вас услышать или ваших детей? Ну, во-первых, у нас, еще раз повторюсь, есть сайт, есть официальная группа ВКонтакте, у каждого детского центра есть группа ВКонтакте, у многих появляются телеграм-каналы, у нас есть ютуб-каналы, где мы выкладываем видео с наших праздников, с наших мероприятий, с наших, значит, каких-то открытых уроков, концертов и так далее. Вот, у меня есть свой авторский подкаст, он называется «После отбоя», он тоже про детей, там приходят дети, и мы с ними в студии беседуем и разговариваем. Можно его послушать. То есть мы стараемся. Про отзывы вы сказали, я очень настоятельно прошу, чтобы у каждого детского центра была страничка на Яндекс.Картах, на картах, значит, 2GIS, чтобы человек, как вы правильно говорите, да, просто заходя в Яндекс.Карт и написав там «Центр доп. образования», мог в том числе увидеть нас, в том числе посмотреть отзывы, вот, и в том числе составить свое представление. Денис, вот мы сегодня косвенно затронули тему летних лагерей, когда вспоминали, в том числе, митрополита Антония. Расскажите поподробнее о летних лагерях, которые вот проводятся при участии вашего фонда, и как вообще в них можно принять участие, и какие, может быть, в ближайшее время у вас планируется? Ну, в ближайшее время у нас прям с первых дней летних месяцев начинаются летние лагеря. Я подробнее скажу про Самару, но мы должны понимать, что, дорогие зрители, должны понимать, что эти лагеря открываются во всех епархиях и в большинстве населенных пунктов Самарской митрополии, Самарской области. То есть это будет и Сызрань, и Тольятти, и Жигулевск, и Борское село, и Нефтегорск, и Похвестнево. Но По Самаре это, значит, лагеря, которые делятся на лагеря кратковременного пребывания, когда дети приходят дневного, только днем, и те лагеря, которые проходят на базе детских центров с полным пребыванием. Все эти лагеря официально оформляются, вносятся в реестр, про них легко можно узнать на наших страничках в интернете. И также у нас есть летние лагеря, которые мы проводим при поддержке Департамента образования городского округа Самара. Это две большие православные летние смены. В одну заезжают у нас студенты духовной семинарии, как вожатые, мы ее проводим еще и при поддержке духовной семинарии. Вот другую, точнее, можно даже так сказать, семинарии при нашей поддержке, потому что это все-таки их традиция. Да, в последнее время просто я помогаю с окоролением этих лагерей. Вот, и другой лагерь, это лагерь для участников детских православных хоров. Вот, в этом году хоровой лагерь пройдет в лагере Арго, это за торговым центром Амбар по Уральскому шоссе. Он пройдет с конца июня по середину июля. А православная смена, в которую поедут студенты духовной семинарии вожатыми, она пройдет в конце августа. И это будет лагерь Салют-2 на Новокубышском направлении. Вот, также у нас есть летние лагеря для военно-патриотических объединений, которые, военно-патриотическое объединение СПАС, которое одно из самых таких мощных, сильных направлений в нашей организации существует, проводит сразу несколько смен для военно-патриотических клубов всей области. Вот, это происходит в поселке Кириллинский. Вот, про даты сейчас говорить не буду, но их там будет прям сразу несколько смен. Спасибо большое, отец Дионисий. Будем надеяться, что и дети, и их родители найдут дорогу к нашим образовательным центрам и в том числе не только получат добрые знания, но и приобщаться к красоте православия и к любви ко Христу. Спасибо, отец Дионисий, большое за участие в нашей передаче. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Ангела всем хранителя, с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok